Добрый день, дорогие друзья! Сегодня обсуждаем, касающийся всех и каждого, тему образования. В гостях у нас Михаил Богданов, председатель Санкт-Петербургского городского российского комитета. Добрый день! Здравствуйте, Павел! Здравствуйте всем! Михаил, я вот хочу сразу сакцентировать внимание, то, о чем наши чиновники стараются изо всех сил не говорить, не обсуждать, голова закрыть или, как страус, спрятать голову в песок. Как минимум о двух случаях, когда школьники, скажем, обтекаемо, добровольно ушли из жизни, произошло вот за последние пару недель. Один из-за ЕГЭ, другой из-за ОГЭ. Только в начале этого учебного года разразился скандал, мы его с вами обсуждали, когда представители Рособорнадзора и Минпрос заявили, а мы не знаем, что кому-то ЕГЭ не нравится. А что, кто-то недоволен? Все довольны! Тогда им было отправлено большое количество жалоб, все-таки документально, если они не могут посмотреть интернет, если они не читают письма. Хорошо, оформили жалобы, направили жалобы. Ничего не изменилось. Дети уходят из жизни, накладывают на себя руки. И это несмотря на огромное количество других скандалов. Вот вы думаете, что сейчас что-то насчет меняться? Можете проанализировать риторику, нынешнюю актуальную риторику представителей государства в сфере образования? Ну, исходя из того, что Владимир Владимирович лично позиция, что ЕГЭ – это хорошо, по сей день, по крайней мере, из тех комментариев, которые он давал, ну или, как минимум, это не из худших вариантов, и главное, что это хоть как-то работает. А другого варианта он не знает, поэтому я думаю, что у Анзора Ахмедовича безоблачное будущее на ближайшее время. То есть до тех пор, пока чиновники сами себя ограждают, ограничивают в информации, вот то, что вы сказали, да, и стараются не доводить до людей, принимающих решения, тот негатив, который объективно существует, ну, соответственно, скорее всего, что подвижек здесь будет немного, потому что, ну, не секрет, что представление о том, как работает школа Владимира Владимировича формирует, значит, Андрея Фурсенко, будучи самым главным ответственным лицом в администрации. Нарицательных имен. Бывший министр образования. Да. Вот. И, собственно, вот он на площадке МФ, да, сказал, что надо ему верить, буквально я сейчас цитирую, и что ничего, то есть ничего другого никто никогда не придумает, и что ЕГЭ – это единственный возможный вариант вообще, который существует, и верить нужно ему, то есть Андрею Фурсенко. На что я у себя в Телеграм-канале сразу вопрос задал, а с чего мы должны вам верить, Андрей? Значит, как вам? Не суть. Вот. Андрей Александрович. Вот. Значит, почему мы вдруг в области образования должны верованиями, так сказать, кормиться? Вот для меня вопрос. Да. И почему вам? А вы кто? То есть почему вот мы должны какому-то конкретному лицу доверять целую отрасль образования? Вот мне вот это вот большой вопрос. То есть у нас существует там Академия образования, у нас существует Академия наук, у нас существуют отраслевые, профильные, соответствующие методические объединения, службы, учителя, которые, так сказать, имеют свое какое-то представление. У нас много людей существует, помимо Андрея Фурсенко. Вот, Андрея Александровича. Но при этом вот чиновники действительно себя загнали в этот кокон, да, и в этом коконе, так сказать, им комфортно, потому что, ну, они же ответственные люди, им же надо принимать ответственные решения, вот, и другого видения они не видят, и, соответственно, извините за эту тавтологию, ну, и, соответственно, с их слов и Владимир Владимирович этого всего не видит. А раз он не видит, то никаких подвижек мы в ближайшее время, скорее всего, не увидим, да, то есть у нас должно произойти что-то, вот вы говорите, люди, дети, значит, уходят из жизни, то есть, видимо, должна как-то начать расти, вот эта статистика, вот этого не дай бог, да, чтобы уже в обход, да, Андрея Александровича Фурсенко какое-нибудь другое ответственное лицо в министерстве, в непосредственном подчинении у Владимира Владимировича, то есть, например, из силовых структур, из МВД, из ФСБ, то есть те люди, которые в его прямом подчинении находятся, и которые могут ему напрямую что-то сказать, вот если они ему сообщат, что у нас не просто в промышленности проблема в связи с тем, что у нас неоткуда взять кадры, а что у нас просто, ну, как бы демографическая яма намечается из-за этого, в том числе потому, что, например, люди, ну, родители не рожают детей по причине того, что им проходить через ЕГЭ, АГЭ, вот эту всю историю, и содержать всю эту вот образовательную историю, потому что... Я тут же хочу сказать, что даже Никита Михалков, он как раз считается приближенным к Путину человеку, он же как раз снял видео про образование вот именно сейчас, на фоне вот этих всех скандалов. Ну, то есть, понимаете, должно, видимо, что-то, так сказать, случиться такое, что чаша уже информационная должна перевеситься в сторону принятия решения о том, что у нас в образовании есть серьезные проблемы. И это что-то должно происходить не изнутри, как бы, системы образования, и не по линии непосредственно социального блока в правительстве и ответственных лиц в администрации президента. Наверное, так. То есть, иного, да, вот пути я сейчас пока не вижу, потому что, ну, общественники орут, кричат уже много лет, да. Значит, там ряд, в том числе, кстати, депутатов тоже выступают, неправда, не из правящей партии, но не суть, да. Значит, специалисты все в один голос говорят, что у нас существенные проблемы в образовании, и одной из причин этому является ЕГЭ, АГЭ, вот эта вся история в том числе с детьми, о которых вы говорите, это тоже проблема, потому что, еще раз повторю, да, демография в этом смысле у нас тоже страдает в том числе от этого. Потому что я, ну, очевидно, я слышал, кстати, был неплохой разбор у Клима Жукова в свое время, там, несколько месяцев назад, когда он просто взял и посчитал, сколько денег стоит содержание ребенка, да, и почему люди сегодня не рожают детей, потому что они понимают, что, ну, все, у нас социальная, вот эта составляющая, которая прописана в Конституции, социальные гарантии государства, они не выполняются, люди вынуждены сами на себе тянуть детей, поэтому один, максимум два ребенка, это вот, ну, как бы героический поступок со стороны родителей, которые вытягивают, да, уж почему они это делают, вопрос, да, а тут параллельно возникает еще дальше история про семейное насилие и так далее. Представляете, вот какая вот вообще, вот сон, да, вот этих проблем, да, как бы если посмотреть на это вот так чуть-чуть сверху, то мы просто на самом деле, вот это то, о чем вы все время говорите, Павел, да, это на самом деле мы стоим на краю демографической вообще катастрофы, и одно из существенных составляющих, которое к этому ведет, это вот то самое состояние образования, которое сегодня существует, когда оно не обеспечивает достаточный уровень свобод к человеку, ну, просто потому что, значит, этот человек выходит неспособным к дальнейшей жизни из школы, из вуза и так далее. В лучшем случае, значит, этим барбершоп идти работать или этот, да, ну, зато модно, да, парикмахер, вот. А с другой стороны, соответственно, у нас просто люди, их меньше становится по причине того, что люди просто не рожают семьи немногодетные, и даже два ребенка это уже героически. Ну, то есть это комплексная глубокая проблема. Вот на данный момент есть ли у вас конкретный, вот позвонит вам завтра Голикова и скажет, ну, ладно, уговорились, снимаем мы Кравцова. Что вместо ЕГЭ-то вы хотите? Вот что вы хотите вместо ЕГЭ делать? Ну, во-первых, давайте, если это комплексная проблема, то давайте мы не будем говорить с точки зрения того, что вот только ЕГЭ сейчас все решит. Ну, это смешно, да? Поэтому давайте мы к этому подходить тоже комплексно. То есть вы должны позвонить не только Богданову, а еще там десятку человек, каждый из которых в своей отрасли, в области, да? Там в медицине, в демографии, значит, в социальной сфере, не знаю, там еще какие надо набрать из десяток в экономике, да? Причем это должна быть история про развитие территории, и так далее, и так далее, да? То есть люди должны иметь перспективу с точки зрения зарплат, там места жительства и всего остального. Поэтому, возвращаясь к ЕГЭ... Не-не, получается, что на звонок Голиковой вы не согласны. Мы согласны только на звонок лично Путина, который снимает и Голикову, и Мурашко, и Рособор, Роздрав. Всех надо снимать, потому что, ну, провал-то по всем... Меня вполне устроит звонок любого вице-премьера, который скажет, так, ну, Чернышенко, например, в данный момент, да? Который скажет, так, мы тут серьезно разговариваем на эту тему, да? У нас сейчас штаб формируется, который будет рассматривать, там, как минимум десяток направлений. Вот. Готовы ли вы в этот штаб войти и поговорить на тему, значит, вот конкретно вашего направления деятельности, образования? Я вас познакомлю со всеми остальными людьми, и вы между собой должны будете договориться, как ваша отрасль будет встроена во все остальные. И да, вам будут давны все полномочия. Такой разговор, это серьезный разговор. Вот. И на него можно, так сказать, по крайней мере, о нем подумать. А вот все остальное, это латание дыр и бессмысленное, абсолютно, значит, делание вида, что мы что-то хотим поменять в этой системе, вообще в этой стране, да? Потому что, повторюсь, это же и развитие территории, это и какое-то планирование на достаточно серьезный промежуток времени, да, с горизонтом планирования лет в 50 хотя бы, да? То есть все по-взрослому должно быть, и с деньгами, и с ответственностью, и с полномочиями. То есть это вопрос более чем просто про ЕГЭ. Вот. А если возвращаться к вашему вопросу, Павел, значит, вот конкретному, да, там, ЕГЭ, чем заменить? Да все понятно, чем заменить. Ну, тут сразу несколько нужно решить проблем, да? Первое, это нужно, во-первых, возвратить в школе право выдавать свои аттестаты и проводить свои аттестационные процедуры, то есть отвязать поступление в ВУЗ или в среднее профессиональное образование от школы. Школа – это среднее образование, которое должно получаться по своим законам, со своими требованиями. И хватит туда впихивать новые компоненты. Ну, да. Опять, это нужно отдельно разговаривать, чем она должна заниматься. Она должна быть встроена в общую систему, но она не должна проводить вступительную кампанию в ВУЗы. Это не ее забота. Вот. Значит, что касается вступительной кампании в ВУЗы, она должна быть, на мой взгляд, то есть здесь не надо выплескивать ребенка вместе с водой, да, просто там отменяя ЕГЭ. Значит, нужно посмотреть внимательно на те позитивные моменты, которые в ЕГЭ существуют. Здесь я вот не спорю с теми, кто говорит, что там нужно поступать, иметь возможность выбора, поступления из разных регионов в другие регионы. Это, наверное, имеет смысл. Другое дело, что, опять возвращаясь к началу нашего разговора, что должна быть обеспечена такая, как бы, не знаю, культура существования в стране, что не нужно никуда мотаться, что у тебя где-то рядом есть, и ты в ВУЗ достойный, у тебя дальше будет достойная работа и рядом с домом. То есть какой смысл нам пылесосить, так сказать, в крупные города людей, оставляя региональные центры, там, вообще регионы без кадров, да, они же туда не вернутся. Это, кстати, то, о чем говорил Сергей Евгеньевич Люкшин. Вот, поэтому нужна вот эта вот политика, да, а внутри нее тогда можно построить поступление в эти самые региональные ВУЗы, да, или в какие-то другие даже, в том числе центральные ВУЗы, так сказать, по схеме просто центров приема экзаменов. Это на первом этапе, то есть когда они работают круглогодично, вообще в любое время приходи, сдавай этот самый первый этап вступительного испытания, да, это может быть что-то близкое к сегодняшнему ЕГЭ, это какие-то, так сказать, контрольно-измерительные материалы, которые, там, значит, вот есть массив, который наработан, его не надо тоже терять, это же вы представляете себе 20 лет. А как вам заявление за эти самые 20 лет по наработанным материалам, что Ким все-таки должен соответствовать, контрольно-измерительным материалам, должен соответствовать школьной программе за все это время? Ну, в данном случае как раз он должен соответствовать не столько школьным материалам, сколько требованиям ВУЗов, да, поэтому, да, это заявление-то правильное, другое дело, что это оно правильное касательно, значит, того, что ЕГЭ это выпускной, да, то есть, а если он не выпускной, а вступительный, тогда это заявление уже, ну, теряет свою актуальность, потому что, ну, какой смысл, так сказать, нам нужно на специальность взять детей, у которых есть соответствующий, там, повышенный уровень профильности, подготовки профильной, да, значит, и, соответственно, тогда ВУЗ может гарантировать, что он, там, за свои, там, 5 лет подготовки к выпуску на профессиональный, значит, на профессиональный экзамен, они успеют. То есть, им все равно требования немножко другие нужны, по части ВУЗов, по части профессии уж точно, да, ну, они сейчас это реализуют, вплоть до того, что проводят свои собственные вступительные испытания, дополнительные к ЕГЭ, и причем это делают законно. Так вот, значит, вот когда мы отделяем школу, тогда у нас могут возникнуть вот эти, мы можем сделать эти центры, это проще, потому что если у тебя работает в течение года этот центр, он тех же самых детей один в регионе всех перекрутит через себя без проблем. То есть, когда ребенок готов сдать свою физику, он приходит, там, в 10 классе и сдает. Другое дело, что он все равно ее будет еще изучать в школе и так далее. Другой вопрос. Но меньшими ресурсами, да, мы можем решить эту проблему с названием первичный отсев. И они могут существовать в регионах, эти центры. Вот. Никуда не надо ездить. Это вот та самая, так сказать, вот тот самый козырь, который нам все время кладут на столб защитники ЕГЭ. Да не надо никуда ездить. Иди в своем городе и сдавай там, значит, ЕГЭ, более того, когда тебе удобно. Я не буду сейчас углубляться в чисто, так сказать, уже такую научную и теоретическую часть, почему сейчас это не делается. По причине того, что, ну, только ремарку скажу, что это не делается. По причине того, что это невозможно сделать в существующей модели. Потому что ЕГЭ сегодня это просто инструмент распределения бюджетных мест. Поэтому нужно всех одновременно загнать и всем раздать вступительные билеты. Ну, раздать эти входные билеты. Вот. Поэтому, собственно, из-за этого сейчас мы проводим ЕГЭ в режиме, когда все должны быть обязательно в один день, в одно время там и так далее, и так далее. Так вот. Но возвращаясь к истории с этими центрами, если мы меняем модель, то, соответственно, они могут поступить, ребята, первично пройти, при первичный отбор в любой из вузов, которые они выберут. Все. Окей. А дальше, соответственно, те вузы, которые требуют дополнительного какого-то испытания, как и сейчас. Ничего не меняем. Да? То, соответственно, ты едешь уже на вторую часть, получив путевку, да? Может быть, даже оплачиваемую, если это надо государством. Да? То есть это тоже обсуждаемый вопрос. Потому что сейчас аргумент, что люди не едут из регионов в эти самые... в крупные города, потому что у них просто нет денег. Вот. И, соответственно, получив такую, что называется, как бы, не знаю, какой-то там ваучер, сертификат, да? Вот. Скорее, сертификат. Это больше похоже. Значит, ты можешь выбрать соответствующий вуз, поехать на дополнительную вступительную компанию в вузе, которая тоже должна быть прозрачной, тоже должна быть, ну, как бы, там, контролируемой. То есть вот то, о чем, то, что предъявляют в основном наши оппоненты, кто защищает ЕГЭ, они говорят, вот, там будет коррупция и так далее. Да нет, но это все можно организовать. Ребят, при желании коррупция закрывается моментально. Кого надо, посадили двоих-троих, и все. И решение найдено. Вот. Потому что все остальные сразу просто задумаются о том, что они, в общем, хотят лучше, может быть, получать хороших студентов, чем садиться в тюрьму. Вот. Поэтому здесь, я думаю, что решаемая задача просто... Да, и вот этот третий этап, это уже непосредственно, так сказать, прием в такие, там, ну, не знаю, сейчас все от консерватории, заканчивая ФСБшными и всякими прочими военными училищами, академиями и специализированные университеты и специализированные факультеты в больших университетах проводят свои испытания. Никто это, никого это не смущает. Вот. Всем понятно, что для нормального образования нынешняя система тупо не годится. А я объясню, почему. Потому что она не способна. А да, давайте тут же вот немножко остановимся на теме того, что в этом году произошло финтушами с математикой. Ну да. Можем потом вернуться к причинам, почему это происходит, значит, почему у нас все-таки не справляется система образования. Что касается финтовушами, значит, математика удивительна в этом году, в частности профильная, значит, предыстория такая. Там в прошлом году, если кто помнит, у нас был довольно крупный скандал. Его в прессе не раскручивали, понятно, по понятным причинам. Но было принято решение в свое время, так сказать, еще два года назад о том, что у нас не хватает подготовленных инженеров и, соответственно, специалистов технического профиля. И вузам Министерства образования и Министерства просвещения было сказано, ребят, надо обеспечить прием на эти специальности. Денег дали, распределили по регионам, больше того, могу сказать, да, то есть примерно около 30% этих дополнительных бюджетных мест в технические вузы получили региональные учреждения, да, высшего образования. И по факту, по итогам проведенной кампании прошлого года, значит, порядка 10 тысяч, насколько я знаю, вот этих самых бюджетных мест, и в первую очередь в регионах, они были не освоены. То есть получился, ну, как бы казус. То есть вроде дали денег, распределили места, а дети не пошли, потому что, почему не пошли? Потому что они не сдавали профильную математику. А везде, соответственно, в этих вузах без профильной математики делать нечего. Ну, когда ребенок... Ну, если бы ее сдать, те бы захотели, потому что не были обучены должным образом. Ну, во-первых, это, конечно, все там происходило, значит, опять, как всегда, значит, у нас происходит таким, наскоком кавалерийским. Но даже бы, если бы они туда пошли, вы правы, они бы, скорее всего, не сдали. Опять же, да, вот я просто хочу для наших зрителей немножко вот прошу задуматься, друзья. Вот учится школьник, и вдруг ему говорят, сдавай профильную математику. К ЕГЭ начинают готовиться класса с восьмого, и они сначала сдают в девятом классе ОГЭ, а потом еще учатся в десятом-одиннадцатом, это уже финишная прямая. То есть, ты профиль свой определяешь, на кого ты хочешь учиться, там, на переводчика, на журналиста, на пиарщика, на менеджера, на маркетолога, там. А какой профит? Вот государство вдруг решило, что нам нужны технические специалисты, инженеры, технологи, там, наладчики, токари, сварщики, там, разные, да? Простите, государство вдруг внезапно решило этим людям сделать нормальные зарплаты. До реальности спецоперации, даже на оборонке, люди получали жалкие копейки. Вдруг государство говорит, а, все, мы решили, что теперь это изменится. Но это настолько инерционная система, что только через десять лет ребята, которые сейчас в восьмом классе решат, я буду как следует учить математику, пройдут все ступени до окончания вуза и придут на заводы, как реально мотивированные на работу инженеры, которые не будут считать копейки, которые понимают, что это достойная, нужная, важная профессия, и вот это вот, почему об этом никто не думал? Мы об этом говорили, и это никому не интересно. А зачем, Павел? Чиновник живет горизонтом планирования своего нормативного документа. Вот ему там нарисовали план на ближайшие, в лучшем случае, три года. Вот он в рамках него отчитывается. То, о чем мы говорим, это слишком сложная вещь. Точнее, это не сложная, это не нашего умодела. То есть это пусть высокие люди в высоких кабинетах думают, а у высоких людей в высоких кабинетах, как мы возвращаемся к началу разговора, у Андрея Александровича, да, у него вера в то, что он прав. Все. Ну, то есть все. Вот мы приехали в конкретную личность. И я не к личности вопрос, а к самой схеме, к самому механизму. Потому что чиновники, повторю, живут в коконе. И их не интересуют. Ну, как бы они мыслят иначе. Я тут недавно общался с одной представительницей яркой, так сказать, лоббистом. Лоббистом таким, который там ходит и всем чиновникам продает свои услуги довольно успешно. Ну, я понимаю. Ну, в общем, то есть она вот комментирует, как там она общается с людьми и как они там реагируют. А я сидел на совещании, на котором тоже были чиновники, но ниже уровня. Вот. И я видел, как реагируют эти чиновники. То есть они вот, ну, как бы, вот высокий чин, вот высокая должность. И она докладывала высокому чину, высокой должности. И он ее поддержал. А мы что должны делать здесь внизу? Мы должны что? Ей как бы... Причем в кулуарно они говорят, да нет, какую-то она чушь несет. Но на совещании, да, очень важно, и ты говоришь тут нам, значит, эту самую информацию. Так это отступление, извините. Но к вопросу о том, что вот горизонт планирования в образовании, да, и вообще какое-то вот изменение в образовании, они происходят медленно. Да, это правда. Это вот особенность системы. Причем, более вам скажу, что это еще длиннее этот путь, потому что нужно еще всех тех людей, которые этого ребенка убедят, да, помогут ему, значит, его обеспечат ему вот этот рост, да, педагогические кадры, профориентационные кадры, значит, классные руководители, там, сами родители и все-все-все, да, они должны понимать то, о чем мы вот это вот с вами тут рассказывали, да, то есть это нужно им, значит, как-то их убедить, их уверить в том, что это должно быть, а государство должно обеспечить определенную, как бы, гарантию этого, первое, и второе, тоже включаться в эту информационную повестку, потому что у вас из телевизора, из любого утюга должно литься просто, что, ребята, вот мы строим новую страну, нам нужны специалисты по всем отраслям, нам нужны врачи, нам нужны, значит, эти самые, какие-нибудь, значит, специалисты в области энергетики, нам нужны, транспортники, вообще все, у нас любое отрасль сегодня возьми, вот просто любую, везде будет пробел, да, у нас абсолютно везде не хватает кадров, и это не касается только конкретно там инженерных отраслей. Так вот, возвращаясь к истории с этими самыми инженерными отраслями, дали денег на эти, ну, на учебные места, да, просели в прошлом году, что никто не пришел, и в этом году чиновное решение, прекрасное чиновное решение. А имя Ященко, оно абсолютно простое, то есть, оно вот, оно решает проблему заполнения учебных мест, и ЕГЭ в этом как раз помогает. Значит, что делается? Изменяется шкала оценки внутри профильного ЕГЭ. То есть, во-первых, убирается... То, что вчера было тройка, теперь пятерка. Ну, не совсем так. Ну, грубо говоря. Да, да, да. Но суть в том, что у вас, во-первых, изымается один вопрос. То есть, мы под эгидой, что мы улучшаем ЕГЭ, у нас же все время улучшаем ЕГЭ. Мы каждый год улучшаем ЕГЭ по разным профилям и по разным предметам. Мы убираем один вопрос из тестовой части. Тем самым, как бы, у нас сокращается, с одной стороны, значит, количество вопросов в задании. Ну, это же проще. Ну, как? Ну, это же гуманизм. Надо же... Зачем мы столько вопросов детям-то задаем? Вот. И дальше, соответственно, следующая история. Это мы должны из-за этого... Ну, мы же поменяли количество вопросов. Нам и шкалу надо подвинуть. Ну, соответственно, мы раздвигаем шкалу из-за меньшего количества вопросов в тестовой части, условной тестовой. Она не совсем там... Не надо цепляться к этому слову. Да? Значит, мы увеличиваем, по сути дела, раздвигаем шкалу, и за счет этого у нас увеличивается количество... То есть, фактически, за меньшее количество вопросов можно получить 70 баллов плюс. Соответственно, мы сразу получаем рост количества детей, которые получают высокий балл на профиле. И еще более того, мы там, значит, как бы подшаманиваем еще и верхнюю планку. И поэтому у нас вдруг начинается вал 100-бальников и вал высокобальников. Сибирский, да, Новосибирский СУНЦ, так называемый, это спецшкола при университете. Ну, у нас в России есть ряд таких спецшкол, и, конечно, там всегда будут высокие результаты. Ну, нет, но при этом они отчитались о героическом, вообще феерическом, значит, безумном совершенно количестве 99-бальников и 100-бальников в этом году. 42 человека, если я не ошибаюсь. То есть, это при выпуске с 250 человек, у них 189 человек, если я помню правильно эту цифру, значит, это те дети, которые показали 80 плюс баллов. Это практически 80%, да, даже 80, там, с лишним процентов от их полностью, их набора. Да, это высокая, это школа с там, с входными требованиями и так далее, и так далее, но у них такого никогда не было. Да? Плюс к этому, примерно похожая ситуация с ростом количества 100-бальников и, значит, высокобальников по всей стране наблюдается, но, правда, есть регионы, где это выпало там кое-где. Но, как я спрашивал у своих математиков, мне сказали, что кроме вот этого вот разбаловки, там еще и получилось так, что, по крайней мере, вот в Петербурге был набор заданий, что называется, не бей лежачего. То есть, абсолютно стандартные, те, которые дети видели, знали и легко, значит, могли решать их. То есть, если раньше они получали задания, в которых могли быть там подвохи, какие-то нестандартные формулировки и так далее, в этом году все было абсолютно, ну, как бы, ровно, да. И в этой связи у нас в этом году героическими усилиями Ященко и компания, это те люди, которые, собственно, создают контрольно-измерительные материалы, решена, абсолютно решена проблема с недостающими абитуриентами в вузах на технической специальности. То есть, в этом году, я думаю, что все выделенные бюджетные места будут заполнены. Но дальше возникает вопрос. Мы заполнили вот этими бывшими троечниками, теперешними пятерочниками эти самые рабочие, учебные места. Они доучатся до конца? Первый вопрос. Не вылетят вообще? Что будет с ними делать вуз, если они и сейчас эти вузы, значит, на всех, во всех технических университетах есть так называемые подтягивающие курсы? Просто во всех. Это то, чем занимаются вузы, он дотаскивает детей до какого-то необходимого им уже по их программе уровня. И как минимум полгода, а то и год они этим занимаются с соответствующими абитуриентами, которые показали пятерки на ЕГЭ, а по факту ничего не знают. И, соответственно, вот второй вопрос. А эти дети, они пойдут потом в профессию? С учетом возвращаемся к началу разговора того, что где они будут работать? В Москву их пригласят или куда? Или где они будут работать? Большой долей вероятности у нас сейчас спецоперация подойдет к концу, и эти люди снова никому не нужны. Должна быть системная, комплексная политика в этой сфере, долгосрочная, надежная, не пустые обещания. Ну, здесь, Павел, я надеюсь, знаете на что? На то, что у нас подойдет-то подойдет. Понятно, что у военки, наверное, количество потребностей в рабочих и инженерных кадрах, может быть, немножко сократится. Но я надеюсь в этом смысле, что у нас сейчас все-таки, ты уже говорил неоднократно, что вообще концепция устройства мировая, переустройство мировое, которое, как я себе представляю, наблюдается, все-таки говорит о том, что суверенные системы экономики должны будут быть организованы, построены и обеспечены. А если так, то у нас то, о чем, опять-таки, я буквально несколько минут назад ранее говорил, что у нас потребность в кадрах есть и будет, то эти люди, они все равно найдут себе применение, и не только в технической сфере. То есть человек, который имеет техническое образование, на самом деле он значительно более, напомню вам, мобилен и социально адаптирован, чем любой гуманитарий. То есть, простите, товарищи гуманитарии, но люди, которые имеют, естественно, научное или техническое образование, как правило, неплохие поэты, как правило, неплохие музыканты. То есть это люди, у которых развитость многогранная всегда почти. Вот, поэтому я не думаю, что здесь будет какая-то большая проблема, но я просто вот реально вижу сейчас основную проблему только в том, что чиновники продолжают работать по принципу, значит, вот мой горизонт планирования, это моя нормативная база. То есть это вот мне сказали сделать, я это делаю. А наверху сидят люди, которым вообще ничего не надо в этой жизни. Я не знаю, что нужно Андрею Александровичу Фурсинку. Вот чего ему надо, он не произносит, он горизонтов планирования не объявляет. Он не формулирует завтрашний день в образовании, хотя, наверное, это как раз с его позиции было бы правильно. То есть он не говорит, какие... Если раньше он ляпнул вот эту глупость, да, что нам нужен потребитель, значит, этот грамотный. Нам не нужны творцы, нам нужны квалифицированные потребители. Он очень сильно за это переживает, что его, во-первых, из контекста выдернули, а во-вторых, теперь его клянут по этой фразой всю жизнь. Значит, ну, это все хорошо, да, но ты тогда скажи что-нибудь другое. Но ты же другого-то не сказал. Ну, то есть все просто, да. Ты вот ругаешься, что тебя за эту фразу, за эту фундаментальную, ну, как бы философскую, философское основание, да, на котором ты стоишь, тебя за это ругают. И ты говоришь, что ты не это имел в виду, ну, ты тогда скажи, что ты имел в виду, или скажи что-то другое. Ну, ты занимаешь эту позицию. Вот я к Андрею Александровичу, значит, трепетно отношусь в этом плане. Он не глупый человек, но он, очевидно, находится не на своем месте. Ну, просто вот в силу того, что у него такая вот философия. Потому что она, к сожалению, не отражает интересов государства. Вот в чем проблема. То есть он действительно глубоко верующий в свои установки человек, но верующие люди не должны занимать административные позиции, или они не должны их смешивать. Вот веришь там в кого, да, как Васоцкий поел, пел, да, хоть Магомета, хоть в Аллаха, хоть в Иисуса. Или ни во что не веришь, даже в черта назло всем. Вот. То есть, ну, это вопрос-то в другом, что ты это тогда отодвинь свою веру и займись профессией. А если ты не можешь, значит, уйди с этого места. То есть я считаю, что у нас на сегодняшний момент времени, к сожалению, да, в силу того, что на руководящих местах, и это не касательно конкретно Андрея Александровича, бог-то с ним, да, вот, это касательно вообще многих руководителей, которые на своем месте должны принимать государственные решения, которые должны лоббировать эти государственные решения. У нас, понимаете, любое хорошее дело должно получить, ну, что называется, движение. Его нужно, ему нужно приделать ноги, как говорят, да, в кабинетах. Вот. То есть это кто-то должен двигать. Ну, у нас чиновники сидят в домике. Понимаете? Они, вот, у меня, моя хата с краю. Вот. То есть, и пока сверху кто-то не топнет ножкой, да, он не шевелится. А позиция должна быть другая. Я понимаю, почему это происходит. Я понимаю, что все они так или иначе увязаны на свои, там, какие-то групповые интересы и прочее. Но, ребят, у нас у всех сейчас один групповой интерес – выжить. Вот просто выжить. Если вы не, вот, не, как бы, в своем клане, в своей какой-то группе, в своем чиновном кресле не будете этого понимать и на это работать, то это как с ядерной войной. Да? Выживших не будет. Вот просто не будет. Никого. Ни вас, ни ваших детей, никого. Поэтому, вот, я не понимаю, честно сказать, вот этого вот, ну, как сказать, вот этой недальновидности. Ну, то есть, какого-то хотя бы вот взгляда на два шага вперед. Ну, вот ты вот стоишь на этой позиции, что тебя это не касается. Ну, почему ты так стоишь? Ну, тогда уйди с этого места. Пусть появится там человек, который понимает, что его это касается. Горящие должны быть сердца на местах чиновников и разных людей, которые пытаются что-то, значит, должны по своей должности пытаться что-то делать, чтобы у нас становилось лучшее в образовании везде. И тогда вопрос о ЕГЭ – это будет частный, просто частный, конкретный вопрос, который просто технически надо решить. Решение есть, в отличие, то есть, вопреки тому, что заявляет Андрей Александрович Фурсенко, что таких решений нет, никто ничего не предлагал. Да предлагали уже много раз. Вот. Поэтому просто он верит в то, что это невозможно. Да? И вот мы теперь все страдаем от этого. Верующих надо в храм. Вот пусть там молятся. Просто никто не против. Я вообще не возражаю. Пусть тебе Андрей Александрович в своем храме молятся на свое, на ЕГЭ, на что угодно. Кстати, хорошая, позитивная новость. Не знаю, видели, не видели. Значит, Владимира Филипова, который на самом деле является... Еще один министр образования. Пывший министр образования, да, и на самом деле является таким, ну, для не специалистов, это вообще не говорящая ничего фамилия, да. Он возглавлял, да, недавнего времени, значит, до буквально-буквально недавнего времени Всероссийскую, да, аттестационную комиссию, ВАГ. Это центр, который выдает научные, значит, титулы и звания. Это очень важная позиция в системе, в образовательной системе, в научной среде системе. Его сняли с этой должности. Поэтому я вас с этим поздравляю, и это очень хороший сигнал. Поэтому я, честно сказать, все-таки думаю, я так думаю, мне так кажется, мне так хотелось бы видеть, что все-таки изменения идут. Они очень небыстрые, они очень подковерные, потому что про эту историю... Хорошо, мы предполагаем, что Путин просто не в курсе о том, насколько все плохо. Да в курсе. Как мы можем... В курсе, в курсе. ... пролоббировать наш подход? Паш, не надо думать, что Владимир Владимирович не в курсе. Значит, ему докладывают разные позиции. Я думаю, что он исходит из каких-то других вещей, из разных контекстов, которых мы даже не все знаем. Вот. Поэтому я думаю, что он просто выжидает. Выжидает определенного расклада внешнего, определенного расклада внутри. Потому что мне видится, что... Возьми, копни сейчас, да, сильно, крепко. Возьми вот так сейчас. Посади там троих каких-нибудь там охламонов за что-нибудь в образовании. Вот. Начнется просто, ну, как бы падение системы. Это допустить невозможно. Поэтому эта балансировка определенная, я думаю, что просто должно прийти время. А нам надо, со своей стороны, для того, чтобы аргументация была у Владимира Владимировича или у людей, которые ему эту, значит, аргументацию доносят, она должна просто отрабатываться. В том числе в виде предложений. В том числе в виде, так сказать, конструктивной, разумной критики того, что происходит. В том числе как раз разговор о том, что нам надо системно подходить к решению проблем образования, да, потому что система образования – это не выдернутый из всего остального контекста элемент, да. Более того, это важнейший элемент, это стратегический элемент, который формирует будущее страны. И тогда мы можем говорить и о том, что, ну, то есть, если мы будем это все время нарабатывать, у нас проблема в том, что у нас не хватает аргументации. У нас постоянно не хватает аргументации. Нам высовывают очередной контраргумент, причем который фейковый, уводящий в сторону, да, у нас нечем на это крыть зачастую. Поэтому нам надо просто, вот я говорю, продолжать этот разговор, постоянно об этом трындить на всех уровнях, да, объясняя людям, потому что опять, вот, понимаете, завтра, вот, возьми решишь, что нужно теперь вот нам правильно устроить систему. Вот этих вот родителей, вот этих вот учителей, вот этих вот методистов, начальников на местном уровне, их всех надо переубеждать. Они все должны быть готовы к тому, что это мнение уже, да, существует давно. Мы им о нем слышали. Потому что иначе, ну, просто они будут такими же нашими оппонентами, как и все те, кто сегодня просто защищает свои карманы, интересы и все остальное. Михаил, давайте напоследок обсудим вот эту историю с раздеваниями на металлодетекторах. Ну, дикость, дикость. Это, знаете, как говаривал, да, Остап Ибрагим Бердарбей. Дикость-то понятна, но почему Кравцов и Музаев делают еще все нормально? Перегибы в местах. Почему это делает Музаев? Ну, по той же самой причине награждает там буквально, да, этого физрука, который, значит, допустил такую историю. Ну, не награждает в прямом смысле. Ну, по крайней мере, говорит, что он делал все правильно и вообще не надо к нему претензий. Ну, опять, это из той же самой истории, что вот у меня горизонт планирования и понимания, это вот мой норматив. Я живу в рамках норматива. В рамках норматива он не врет. В рамках норматива действительно, значит, не должны... А то, что норматив кривой, то, что вообще, в принципе, эта вся система, она безумная, абсолютно бессмысленная и бестолковая, ни к чему вообще не нужная, да, с точки зрения, она неприменима к федагогике. То есть она вообще из другой... Это, я говорю, из серии, из области этого самого, ВСИН, да, из Федеральной, значит, службы исполнения наказаний. Она оттуда. То есть вот этих людей на входе учителей, секундочку, да, по большей части, их превратили просто в надзорщиков, ну, и это должно как-то совмещаться с их ролью учителя, да, то есть, видимо, вот в мозгах у Анзора Ахмедовича, у него как бы надзор, да, это и учитель тоже. А то, что это человек, который стоит на рамке и пропускает, и так далее, а потом он завтра должен будет детям что-то светлое и, значит, и вечное, у него это не вызывает диссонанса в башке. Ну, что я могу сказать? Ну, как? Ну, вот такой вот Антон Ахмедович. Ему это не кажется странным. Ну, опять это туда же, к вопросу о том, что там должен находиться... Вообще, Рособранадзор должен заниматься совершенно другими вещами. Он этим вообще не должен заниматься. То есть это, в принципе, не его... Как я говорил уже... А я думаю, они просто другого не умеют. Чиновники умеют то, что им предписано в их нормативе. Вот они только это и умеют. Причем так, как им это удобно. И так, как они на этом могут чего-то такое себе там, значит, нам намылить где-то, значит, не очень... Привлекая внимание. Потому что то, что делает Рособранадзор сегодня, это просто, значит, зарабатывание денег на теме с названием контроль качества, ни за что не отвечая при этом. И, собственно, обеспечивая якобы проведение какого-то там независимого чего-то там. Но при этом все остальное их вообще не интересует. То есть они вот себе выделили эту полянку, ее окучивают. И защищают ее всеми силами. Ну, как? Все очень просто. Ну что ж, посмотрим, как пойдут или не пойдут системные решения. Михаил, спасибо вам за ваш анализ. Друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на Михаила Богданова в Телеграме, пишите комментарии. До новых встреч. Спасибо, до свидания.